Долгожданное завершение реставрации, конечно же, радостное событие для прихожан церкви, для духовенства и для городских властей, которые активно участвуют в восстановлении церквей всех конфессий. Прекрасный домский собор украшает Таллинн с 13 века. С тех пор собор горел, потом его перестраивали, и в 18 веке была возведена новая башня в стиле барокко. О том, что церковь и 69-метровую башню обязательно нужно реставрировать, говорилось уже давно, и, наконец, большая часть работ завершена. Мы начали с самой высокой части домской церкви, с флюгера и до шпиля. Эта часть работ выполнена. Шпиль прекрасно реставрирован, новая крыша. Все, что создавало проблемы и представляло опасность, теперь ликвидировано, и надеемся, что в таком хорошем состоянии шпиль останется. Сейчас можно сказать, что работы выполнены прекрасно, и все, что касается пожарной сигнализации, не всего необходимого оборудования. Надо отметить, что церкви вообще нуждаются в реставрации в большей или меньшей степени, в зависимости от того, в каком они находятся состоянии. И в Домском соборе еще многое предстоит сделать. Если мы говорим про шпиль, то это одно дело, а другое – каменная часть башни, так же, как и другие части Домского собора, они нуждаются в реставрации. Например, фасад, многие конструкции, не говоря уже о маленьких башенках на крыше. Здесь работы еще на многие годы. Всего на реставрацию купола ушло 523 тысячи евро. Церковный фонд собрал примерно 68 тысяч, и таллинн – около 150 тысяч. Также реставрационные работы финансируются за счет прихода и пожертвований. По мнению столичного мэра, в обязанности городского правительства входит сохранение культурного наследия, и программа по возрождению церквей будет продолжаться. Мне кажется, является очень важным, чтобы город не забывал про церкви, и даже в сложные времена находил бы ресурсы для поддержки. Конечно, в следующем году этот ресурс будет значительно скромнее, приоритеты другие, но традиция должна сохраниться. В рамках программы «Ренессанс церквей» средства направлены на реновацию фасада и смотровой площадки церкви Олевиста, западного фасада и купола Яновой церкви, а также на реставрационные работы в Казанской церкви и церкви святителя Николая в Копле. Еще множество церквей в столице Эстонии или ремонтируются, или уже есть проекты по их реставрации. Лен Туровская, Ульдар Луб, Петер Улевайн, Новости Таллина.